Сегодня на примере мастеринг студии Масфильма я расскажу о том, что такое цепочка обработок в студии мастеринга. Мы попробуем проследить весь путь сигнала от источника к мастеринг-станции. Сначала два слова об акустических характеристиках мастеринговой студии. Существует расхожее мнение о том, что если микшерское для сведения это звукоизолированное помещение, где нужно потратить некоторые средства и большое количество времени на акустику, то мастеринг должен быть максимально приближен к домашним условиям, потому что в итоге мы должны понимать, как служитель будет воспринимать эту музыку в бытовых условиях. Мне не близка эта точка зрения по тем причинам, хотя бы потому, что она противоречит тому, что я рассказывал в прошлый раз, о мастеринге как в последнем этапе выявления каких-то ошибок, недостатков микса. Мне кажется очевидным, что резонирующий книжный шкаф или дребезжащее стекло рядом с колонками никак не помогут нам эти недостатки обнаружить. То есть любые щелчки, искажения и так далее в студии мастеринга должны быть слышны, и в этом смысле, конечно, нужно задуматься о том, чтобы в помещении не было прямых отражений, стоячих волн. Соответственно, это что-то достаточно близкое к микшерское сведение. Может быть, задача только более легкая, потому что микшерское мастеринга может быть меньше по объему. С чего начинается процесс мастеринга? С того, что нам нужно иметь некий источник сигнала. В студии таких источников может быть много, потому что форматов до последнего времени было очень много. Это были аналоговые ленты, полдюймовые, четвердюймовые ленты, даже на кассетах приносили какие-то архивные записи. Затем до относительно недавнего времени это были дат-магнитофоны, Тоскам-рекордеры и так далее. В принципе, мастеринговая студия в каком-то смысле обязана предоставлять возможность осуществлять обработку любых форматов. Но сегодня большинство этих устройств в нашей студии лежит аппаратные. Мы их приносим по мере надобности, потому что большая часть материала, который приносится, это, безусловно, аудиофайлы. Для их воспроизведения у нас используется всем знакомая станция Pro Tools, куда мы загружаем, соответственно, исходники. Существует достаточно популярный мастеринг, что называется, с темами, когда приносят отдельно какие-то дорожки, например, вокал, для того, чтобы была возможность вписать его уже в финальный мастер-файл. Если такая необходимость есть, каким-то образом прорисовать автоматику, но в каких-то фразах такое бывает. Ничего в этом плохого нет. Здесь важно понимать, что на мастеринг нужно приносить микс именно в том формате, в котором он был сделан. Некоторые считают, что нужно пересчитать его в более высокую частоту сэмплирования и так далее. На самом деле все эти пересчеты никак не улучшают звук. Как правило, они сказываются, в первую очередь, на области высоких частот стереосоставляющей. И в этом смысле нет никакого резона пересчитывать 48 кГц в 96. Итак, для того, чтобы процесс начался, после того, как мы нажмем Play, для того, чтобы она пошла на обработки, в мастеринговых студиях существует, как правило, такое оборудование, как так называемые мастеринговые пульты или мастеринговые консоли. Соответственно, что такое мастеринговая консоль? Их производят для того, чтобы была возможность на любой точке отслушать наш звуковой сигнал. То есть до обработок, после, до конвертации, после конвертации и так далее. Существует ряд компаний и фирм, которые изготавляют подобного рода пульты. Это фирма Mazelec, фирма SPL, Z-System сделает подобного рода коммутаторы. В данном случае мы будем говорить о консоли фирмы Crookwood, английской фирмы, которая делает на заказ эти пульты под конкретные студийные задачи. Прежде всего, преимущество подобного рода моделей заключается в том, что нажатием одной-двух кнопок можно варьировать последовательность обработок. Речь идет об аналоговых, а не только о цифровых приборах. С помощью реле они переключаются без всякой коммутации. Это очень революционная функция по нынешним временам. То есть мы можем как плагины переставлять местами ламповые компрессоры или эквалайзеры. Также весьма важным моментом является возможность выбора между разными цифроаналоговыми преобразователями и аналогоцифровыми. Соответственно, многие относятся скептически к подобного рода вещам, потому что после, условно говоря, определенной цены конвертеры гарантируют очень хорошее качество звука. Отчасти это так, но в действительности каждый из этих конвертеров имеет свои особенности и зачастую вносит в звук некий окрас, который для определенного рода фонограмм и даже жанров бывает более или менее предпочтительным. Консоль Кроку позволяет варьировать три цифроаналоговых преобразователей, три аналога цифровых. В данном случае, например, можем выбирать между конвертером фирмы Genix, фирмы Lavri и фирмы EMM Labs. Соответственно, каждый из этих преобразователей предлагает какие-то свои варианты звучания фонограммы, и можно, сравнивая, просто слушая через эти конвертеры, понимать, какой из них более предпочтителен для конкретной работы. После того, как сигнал расцифровался, мы можем заняться аналоговыми обработками. Их последовательность и их количество может быть самым разным. Я сейчас буду говорить только, так скажем, об основных устройствах, без которых не обходится мастеринг. Как правило, сложность заключается в том, что практически про каждый из этих приборов можно прочитать отдельную лекцию. Поэтому сейчас наша цель просто понять, каким образом они используются в цепочке, и для чего это может быть нужно. Как правило, первым в цепочке из этих приборов стоит эквалайзер. Это далеко не всегда так. Бывают случаи, когда нужно поднять какие-то частоты уже после компрессии, для того, чтобы компрессор не давил, не душил те или иные частоты. В идеале может быть использовано два эквалайзера. Один из которых может быть аналоговым, второй цифровым, например. Кроме того, до эквалайзера, конечно, тоже могут быть какие-то обработки. Мы сейчас не можем перечислять их все, но это может быть и DSR, это может быть расширитель стереобазы. Скажем, в консоли круг есть встроенный расширитель стереобазы, достаточно качественный. Но после того, как сигнал проходит через предварительные обработки, мы включаем эквалайзер и настраиваем те частоты, которые мы бы хотели добавить или убрать в фонограмме. Что касается использования эквалайзера на мастеринге, совсем в общих словах можно сказать о том, что поскольку мы имеем дело не с отдельными инструментами, а с фонограммой в целом, то мы сталкиваемся с рядом сложностей. Добавляя те или иные частоты, чтобы выделить какой-то инструмент, мы автоматически добавляем эти же частоты на других инструментах. Соответственно, подход, как правило, здесь несколько иной. Почему на мастеринге более популярны такие операции, как шелф, поднятие большого количества спектра частот, а не узкой полосы. Хотя, соответственно, это тоже не единственный способ использовать эквалайзер на мастеринге, безусловно. Кроме того, бывают ситуации, в которых нужно эквализировать фрагмент фонограммы, а не всю фонограмму, потом она требует тогда, если это аналог эквалайзер последующего монтажа. Можно обрабатывать отдельно моно- и стереосоставляющие. В ряде случаев это бывает необходимо, но, как правило, с динамическими обработками, а не с частотными. Но так или иначе, следующим прибором в цепочке оказывается компрессор. Специальных прецизионных приборов для мастеринга достаточно много. Это и SoundHills, и Fairchild, и Manly. Самые разные фирмы их делают. В данном случае перед нами компрессор фирмы GML и компрессор Manly VeryMU. Собственно, считается, что компрессор – это главный прибор мастеринга. Без него не обходится ни одна работа. На самом деле, конечно, все зависит от жанра. В джазовых фонограммах компрессия должна быть более деликатной, чем в роке или в поп-музыке. Но так или иначе, конечно, это прибор, который постоянно используется. Но, как я уже говорил, каждый из компрессоров имеет свои особенности, и поэтому очень важно иметь возможность выбора между ними. Собственно, в данном случае кроме двух аналоговых приборов имеется еще несколько цифровых. Это Z-Systems, процессор Sintifex, а также процессор Waze, где также есть возможности компрессии. И еще очень важным моментом, который, возможно, в студии, является возможность использования параллельной компрессии. Прежде всего, аналоговой, конечно. Речь идет о подмешивании к исходному чистому сигналу обработанного. В ряде случаев это спасает фонограммы, потому что бывает, что даже самые деликатные настройки компрессора так или иначе влияют на динамику и влияют не лучшим образом. То есть, скажем, простой пример. Недавней моей работе был микс, в котором малый барабан был значительно громче остальных инструментов. Такая была задача. И даже по волне было видно, что пики малого барабана просто видны визуально. И как бы я ни включал компрессор, соответственно, малый начинал звучать по-другому. И это было очень важно и для музыкантов. И, собственно, единственным решением в этой ситуации как раз была параллельная компрессия, когда мы подмешали сигнал в менли, причем достаточно сильно пожатый звук к исходному файлу. И не потеряв динамику малого барабана, мы добились, тем не менее, большей плотности и большей яркости микса, собственно, решили эту проблему. Еще одним прибором, который может стоять как до, так и после эквалайзера и компрессора, является частотный компрессор или, если хотите, динамический эквалайзер. Это устройство, которое занимается одновременной динамической частотной обработкой. В данном случае это TubeTech, очень известный прибор, который позволяет либо решать проблемы микса, внедряться в определенные частоты и, соответственно, работать с ними, либо, если в миксе этих проблем нет, можно использовать частотный компрессор просто для уплотнения определенного спектра, скажем, низких частот в фонограмме. Последним в цепочке аналоговых обработок может стоять лимитер, который нужен в данном случае, как правило, не для усиления уровня фонограммы, а для того, чтобы не перегружался аналогоцифровой конвертер. Собственно, в этой ситуации очень часто бывает, что лучшим лимитером является отсутствие лимитера, потому что чем больше фонограмма лимитируется, тем, как правило, больше убивается ее динамика. Но, тем не менее, в ряде случаев лимитер необходим. В данном случае стоит лимитер фирмы Мейзели. Далее сигнал попадает на аналогоцифровые преобразователи. Тут тоже весьма важным моментом является возможность выбора между ними. Более того, этот выбор можно поменять на любом этапе, что тоже достаточно интересно, бывает, приводит к интересным решениям. В данном случае перед нами конвертер Prism Sound, конвертер и MM Labs, только уже AD. Но после того, как сигнал у нас превратился в нолики-единицы, мы все равно можем продолжать его обрабатывать. Но, пожалуй, единственным устройством, без которого уже никак невозможно обойтись в данной ситуации, является цифровой пиковый лимитер, который может быть использованный для увеличения уровня фонограммы одновременно. Самым популярным, наверное, в студиях процессором является TC Electronics модель 6000. Но вот сейчас для разнообразия мы включили лимитер компрессора Waze. Самые разные задачи могут выполнять цифровые обработки уже после конвертации. Бывают частотные компрессоры в том же TC, бывают эквалайзеры и так далее. То есть это дополнительные обработки, которые часто бывают нужны. В данном случае, для той фонограммы, которая звучит, достаточно того, что мы включаем лимитер. То есть я не вижу необходимости использовать дополнительные цифровые обработки. И таким образом мы... Следующим пунктом нашего путешествия является уже мастеринговая станция. Соответственно, зачем вообще нужна вторая станция звуковая? То есть почему нельзя вернуть сигнал обратно в Pro Tools? Безусловно, это можно сделать. Но в ряде случаев гораздо удобнее использовать вторую программу. Не только потому, что она отличается по своим функциям от программы для записи и сведения, о чём я расскажу тоже чуть-чуть подробнее. Ну и просто потому, что исходник может отличаться по формату от мастер-файла. То есть, условно говоря, мы можем записывать 44,1 кГц, а исходник будет 96. Соответственно, в Pro Tools мы его просто не сможем вернуть в ту же самую сессию. Но мастеринг программы, среди которых можно назвать Pyramix или Sonic Solutions, в данном случае мы работаем в программе Sedi, имеет ряд функций, собственно, именно для мастеринга. Удобных плагинов, в том числе специально разработанных плагинов для дитеринга, также расширители стереобазы, какие-то используемые часто для реставрации плагин, которые на мастеринге после того, как сигнал прошёл через компрессор, бывает, что то, что касалось на миксе незначительными какими-то щелчками, на мастеринге оказывается проблемой. В этом смысле, когда я рассказывал в прошлый раз о том, что микс нужно делать с расчётом на мастеринг, нужно всегда понимать, что какое-то минимальное искажение на, скажем, вокальном треке на мастеринге может оказаться колоссальной проблемой, придётся заниматься его вычищением. Но, тем не менее, есть в том числе и спектральные плагины, которые делают фирмы SIDAR, которые позволяют делать вещи, которые кажутся чудом. Собственно, я бы рекомендовал иметь пакет таких реставрационных плагинов и в протузе для того, чтобы иметь возможность обработать сигнал до того, как он пойдёт на компрессор и эквалайзер. Но, тем не менее, порой это бывает нужно сделать и в мастеринговой станции. Ну, кроме того, здесь есть удобные функции, которые были очень актуальны в эпоху компакт-дисков, создание компакт-дисков, и которые сейчас уже менее популярны, так скажем, но, тем не менее, актуальны. То есть, я имею в виду PQ-коды, создание, собственно, альбома, пауз между треками, прописывание маркеров их начала и конца каждого трека и так далее. И, собственно, гарантия того, что диск, который будет нарезан из этой программы, выдаст минимальное количество ошибок при тираже. Ну, и последний пункт этой цепи, но отнюдь не самый неважный, это мониторы, на которых мы слушаем наши фонограммы. Фонограммы, собственно, поскольку мы их слушаем здесь же непосредственно перед тиражом, то это, конечно, лучше, если это будут мониторы не те же самые, которые стояли в микшерской сведении. Собственно, вариантов здесь очень много, предпочтений тоже. Просто в данном случае у нас три пары мониторов, которые находятся перед вами. Это фирмы KRK, Липинский аудио и Quested. Каждая из которых позволяет услышать разные вещи, и, соответственно, как инструменты, так и какой-то шум мешающий и так далее, все это должно быть максимально четко отслеживаться в стадии мастеринга. Когда мы имеем дело не со стереофайлами, а с шестиканальными, с шестью файлами или шестиканальным файлом, то есть когда речь идет о саундтреках, концертах и так далее, или многоканальных форматах, то, как правило, в силу небольшого ассортимента аналоговых обработок в этой области используются цифровые процессоры. Собственно, вот здесь как раз задействуется Z-Systems, Sintifex, TC Electronics как лимитер шестиканальный, и, конечно, шестиканальный мониторинг, который необходим для этого. И одним из очень немаловажных этапов завершения работы является отслушивание готового мастера на студийных мониторах. После этого этот файл, может быть, DDP-имидж или до сих пор забирают компакт-диски, часто уже отдается музыкантам или тем продюсерам, которые занимаются тиражом. Ну вот вкратце то, что можно сказать обо всем этом пути. Но повторю, что это очень быстрая обзорная лекция, собственно, рассказ, потому что про каждый из этих этапов, компрессию, эквализацию, программу для мастика можно прочитать отдельную лекцию. Это, может быть, не одно. Ну, соответственно, смотрите, что может предложить мастеринговая консоль. Прежде всего, возможность быстрого сравнения нашего исходного файла с тем, что записывается в Sedi. Кроме этого, мы можем здесь быстро отслушивать самые разные вещи. То есть, например, слушать только стереосоставляющие файла. Это бывает очень важно. Или наоборот, смотри, как ведет себя фонограмма в моде. Далее мы можем варьировать конверторы. Соответственно, понимая всю условность этого эксперимента, потому что все это будут смотреть через какие-то свои наушники-колонки. Тем не менее, попробуем послушать разницу между... На одном и том же фрагменте между тремя, скажем, цифроаналоговыми устройствами. Итак, вот сейчас перед нами конвертер Лаври. Слушаем, как он звучит. Меняем Лаври на ММ-Лакс. Даже на бытовом оборудовании, мне кажется, будет слышна разница в окраске звука. И, просто в качестве примера, конвертер GENIX. Который, как правило, в этом конкурсе у меня лично проигрывает. Ну, опять же, насколько вообще возможно услышать сейчас эту разницу на домашних компьютерах. Далее мы можем выбирать последовательность наших обработок. Соответственно, здесь есть встроенный расширитель стереобазы. Он идет сейчас первым. Соответственно, можно послушать... Что происходит со звуком. Но, что удобно, мы можем менять нажатием просто кнопок последовательность этих приборов. То есть, поменять... Допустим, у нас сейчас работает эквалайзер, затем компрессор. Можем с таким же успехом сделать наоборот. Компрессор, затем эквалайзер. Мы можем использовать разные компрессоры. Соответственно, сейчас у нас сигнал идет через компрессор GML. Мы можем нажатием кнопки включить компрессор Manly. Теперь у нас работает Manly. Соответственно, таким образом сравнивать, какой из приборов более подходит для нашей фонограммы. Также очень важный момент – это параллельно-аналоговая компрессия. Когда мы можем, используя второй путь, подмешать, соответственно, компрессор к первому пути. Таким образом, просто добавляя к исходному сигналу обработанный, даже можно утрировать его, увеличив входный уровень на компрессоре. Соответственно, понять, в какой пропорции мы достигаем того результат, который мы хотим. Сейчас у нас в режиме параллельной компрессии работает Manly. Ну, если это все-таки не подошло, можем всегда вернуться к нашему исходному варианту и послушать, соответственно, обычную компрессию. И понять эту разницу. Ну, соответственно, эквалайзер, который, как правило, работает... Как правило, левый и правый канал настраиваются одинаково, за исключением тех случаев, когда нам нужно жестко спанорамированный влево или вправо инструмент обработать. В мастеринге более популярными часто являются режимы Shell, когда мы добавляем, скажем, высокие частоты, к примеру, от 18. Таким образом послушать, что происходит. То есть частым, очень простым способом проверки того, что добавляется, является утрированное добавление какой-то частоты. И, соответственно, просто мы слушаем абсолютно примитивный способ понять, где у нас... В каких частотах у нас проблемы, а в каких мы слышим что-то приятное уху. Типа использование хорометрики. Ну, также можно, соответственно, смотреть на спектринализатор и понимать еще визуально, что происходит. Хотя только спектринализатор нам, конечно, не поможет. Здесь нужно ориентироваться все-таки на то, что мы слышим, и иметь возможность, может быть, сравнивать с каким-то референс, с фонограммами и так далее. Опять же, коммутатор позволяет это делать мгновенно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok